На неделе наш канал опубликовал видео странного происшествия. Житель Суклея увидел, как молодые люди на черном БМВ гоняют по улицам села. Он их начал снимать, догнал и спросил, что они творят. Парни с перепугу бросили машину и ушли. Позже в соцсетях один из них написал, что у машины заклинила педаль газа, и сам он там оказался случайно. Было бы смешно, если бы не так опасно для жизни. В правила дорожного движения уже внесли наказание за дрифт и опасную езду. ГАИ регулярно устраивают рейды, а в статистике аварии все равно. Постоянно попадаются молодые люди на БМВ. Может, это не газ заклинило, а что-то в голове? Денис Мартыненко встретился с участниками клуба БМВ и спросил, это диагноз? Ответ в сюжете. Я скорость. Один победитель. 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Это погоня. Жителю села Суклея, который снимает это видео, надоело, что мимо дома все время носятся и заносятся гонщики. Шумно, пыльно, детей во двор как выпустить. Да и кто знает, что у этих сужаков там на уме. Что ты творишь, алло? Дрифтеров загнали в тупик. Потом они будут писать на ТСВ, извините, мол, педали заклинило. То есть то, что вы делаете по дорогам, это нормально. Что общего у этой погони? На этой записи регистратора, где машина чуть не сбивает пешеходов. У этой аварии со смертельным исходом. И еще сотни другой аварий. У ночной гонки за городом. Все это происходит с машинами BMW. Неужели совпадение? Вот такая карта мира. Какие автомобили больше всего не любят люди? Ну, это те, про которые говорят, ааа, BMW, все понятно. В России, например, это Тесла. Украина с недоверием относится к марке Kia. Да, европейцы не любят американские машины, американцы – японские, а японцы – немецкие. А вот BMW прославилась только в Пакистане, Новой Зеландии, Армении и Молдавии. Ну, это 29-я по счету. 29-я только BMW? Да. Ну, каждый месяц по новому машине? Не каждый месяц, но раз в полгода. Вы не поверите, но этот человек – бывший инструктор по вождению. С 8 до 5 он учил людей правилам дорожного движения, а потом садился за одну из своих BMW и ехал, как вздумается. В нашем клубе, да, с 2009 года погибло четверо участников. Буквально даже полгода назад, или год, если я уже точно не знаю, авария на мосту Бендера-Террасполь со смертельным исходом. БМВ был? Да, BMW 38-й кузов – это участник нашего клуба. Стелла Григориополь. Да, ну там Мерседес. Мерседес, но это участник нашего спортивного сообщества, не BMW-клуба, а именно, если вы слыхали, мы, бывает время от времени, собираемся за городом, устраиваем гонки, то есть подальше от города, от людей. Как и к этому вопросу? Ну, по закону. Все это звучит то ли как чистосердечное признание – да, мы к этому готовы, то ли как логичный исход событий. Для этого машину же и покупали. Сегодня утром в Террасполе машина врезалась в столб. Видно, что черный BMW после столкновения с другой машиной вылетел на газон. Водитель BMW проехал на красный и врезался в машину с ребенком. BMW вылетела на клумбу в центре Террасполя. Перевернутый BMW и сбежавший водитель. Уходя от столкновения, BMW свернул на обочину и вылетел с трассы. Эти страшные кадры были сняты на трассе недалеко от Рыбницы, где лоб в лоб столкнулись два автомобиля. В районе села Выхватинца водитель BMW не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Это уже сложившееся мнение общественное, скорее всего, что водитель BMW – это, скажем так, отбитые на голову люди. Ну, не все, конечно. Я не говорю, что абсолютно любой водитель BMW такой. Но, наверное, в большинстве своем, если ты видишь на дороге BMW, страх держаться подальше от него, что ли. Стоя на земле, профессиональный гонщик Алексей как будто чувствует себя неуверенным пешеходом и не знает, куда деть руки. Зато, как только в руках оказывается спортивный руль, даже голос начинает звучать по-другому. Сейчас прокачу. А это не BMW – Honda. Просто переделанная специально для гонок из слалома. На такой не подрифтуешь. Зато от нуля до сотни – 7 секунд. Объясни, почему у нас сейчас сзади не сидит оператор и не снимает? Потому что подвеска очень низкая. И если мы посадим назад еще человека, то колеса просто колес на арке упрутся в диски. По городу Алексей – примерный водитель. Сразу пристегивается и едет даже медленнее, чем надо. Ему нечего и некому доказывать. Хотя чувствуется – машина не для этого. Неужели дело действительно в автомобиле и во всех происшествиях с BMW виноват немецкий концерн? У владельцев ответ всегда готов. Такую машину, в принципе, покупают не чтобы ездить на работу и домой, а чтобы получать удовольствие. Ну, то есть дать газу. Не все могут справиться с такой машиной. Ближе комфорта – это туда, в сторону Мерседеса. BMW – это у нас драйв, это скорость, это крутое управление. В Тирасполе, Бендерах и Рыбнице есть клубы BMW. Это вроде как сообщество по интересам. Но вот клубную наклейку членства дают только проверенным людям. Мало ли, дураков на дорогах. И даже новички, которые у нас на BMW, которые получают нашу клубную наклейку, они за нее несут ответственность. Непосредственно в плане вождения, в плане агрессивной езды. Заднеприводные BMW и Мерседес просто созданы для управляемого заноса, дрифта. Поэтому и наворачивают они круги. По центру Дубасар, на новой плитке в Тирасполе, на площади перед ЖД вокзалом. Были помоложе. Дето хулиганили, гоняли, разгонялись, дрифтовали. Не без этого. Даже на ютуб зайти, там есть еще старые видео, там с вокзала вечно зимой мы там круги наворачивали, дрифтовали. А вот это? Да, это уже, знаете, пережитки времени. Сейчас дрифт, то есть управляемый занос, официальная статья. За это можно получить штраф. А тогда все, что смогли сделать жители соседних домов, это пожаловаться на шум под окнами. Да и то после 11. Допустим, я курю, да? И мне запрещают курить в общественных местах, чтобы не мешать людям, которые не курят. Почему вот водители, которые хотят дрифтовать, они дрифтуют у меня под окнами? Это то же самое, что курящие люди могут и курить в тех местах, где запрещено им это делать. Они нарушают закон, но они это продолжают делать. Сейчас гонщики и дрифтеры ушли в подполье. Площадки, где это делать можно, у нас нет. На аэродром больше не пускают, соревнования не проводятся. Что делать автомобилям, которые только для этого и созданы? А вот что отвечают эти водители, когда спрашиваешь, когда последний раз получали штраф. За скорость у меня последний штраф был, наверное, лет 6 назад. Это был, по-моему, в декабре месяце, перед Новым годом. Это было в Кишиневе. Ушел налево, не пропустив. Последний штраф у нас был за красные габариты. Надо всегда мозгами понимать, где ты и что ты делаешь. Дело не в БМВ конкретно. Это, знаете, как старые стереотипы. БМВшники там отбитые, да они психи, они струшены. Это стереотипы. Самые страшные три буквы на дорогах Приднестровья. Нет ни ГАИ, ни ДТП и даже не БМВ. Это тот случай, когда лучше вспомнить старое правило 3D. Дай дорогу дураку. А машина тут ни при чем. Дело в том, кто ей управляет. Денис Мартаненко, Дмитрий Ягодкин, Дмитрий Литькович. Отражение.